добрый день дорогие друзья мы с вами вновь на канале балка рыбалка кривой рог мы приехали с вами как вы думаете куда мы приехали куда занесло занесло нас далеко далеко до занесло нас на село за селом не в селе даст селе зеленая дорога это у нас получается мы ехали за желтые воды обязательно геолокации обязательно к этому видео мы в конце как всегда разместим смотрите конец нашего видео занесло нас сюда дорога блин сумасшедшие да сань до разбитая бумаги с нами кстати александр александр на лида добрый день добрый день рады приветствовать на нашем канале друзья приехали приехали мы наверное я не знаю дорога была у нас тяжелая мы вроде бы и выехали уже часов я не знаю часов 12 но мы добирались часа 3 я не знаю дорога сразу говорю вам что дорога очень-очень плохая мы ехали потихоньку 1 2 3 до еле-еле не спеша чертюр чертюр еле-еле мы сюда короче ребята добрались давайте поговорим теперь о водоеме напоминаем и зеленом селе зеленые здесь у нас я не знаю но здесь вроде речка зеленая протекает столбок зеленый 22 гектара зеркала да здесь 22 гектара зеркала мы я уже промеркерился глубина по пообщались глубина здесь большой глубины здесь нету по моему самая большая глубина два с половиной три метра есть 3 метра до 3 до 3 метра у нас три метра имеется на середине мы закинулись до той стороны смотрите где мы сели вам покажу место наше до той стороны где-то 140 метров на середине водоема маркером я промерился была глубина полтора ближе к той стороне уже пошел свал свал пошел на где-то 2220 ну такой свальчик пошел с полтора метра на 2 на 2 метра вот мы ближе к той стороне закинули свои оснастки у нас оснастки будет приблизительно стоять где-то длина расстояние оснасток будет 100 метров мы выкидываемся на максимальную длину которой мы ну который я имею вообще блин который могу кидать максимально кормимся с подом потом покажем вам по прикормочке что у нас поставили мы 2 2 удочки на толстолоба наконец-то мы приехали толстолоба половить да потому что здесь говорят серьезные экземпляры толстолоба мы попадали да говорят что есть восьмерки шестерки десятки вроде и крупнее есть мы об этом конечно говорить пока не будем ну если поймаем покажет да обязательно а пока это так что еще смотрите условия водоема у вас есть место вот нам место выделили мы саня александра можно я думаю сюда приехать и чтоб толпа была не значила китай даже рыбаку можно на одно место у вас есть рыбацкое место за рыбацкое место вы платите не за людей а за рыбацкое место за рыбацкое место 250 гривен ограничение в рыбе тоже не туда нет в ограничении тоже в рыбе нету мы кстати есть здесь услуги сторож предоставляет услуги если ты ловишь на толстолоба и завозишь резинку тебе надо завести он берет 10 гривен за одну резиночку мы с александром завезли у нас две будет оснастки мы вам обязательно их покажем на резинке мы завезли у нас там 3 поплавочка будет стоять на толстолоба что еще можно что у нас 22 гектара зеркала что можно еще добавить если ты заказываешь место тут 20 до заказ до кстати ребята он телефонный сторожа столка 068 555 29 05 но я обязательно телефон прикреплю в этом нового в описании рыба есть ну здесь значит сом щука сюда кокунь это опять сослов карась зелёбе этот амур карп и хищника можно ловить разрешается ловить хищника здесь нет запрета но единственное что нету такого знаете как приехали вот именно на хищника то есть вы заплатить и все равно 250 гривен у вас будет одно место вы будете ловить то есть нельзя ходить я не знаю по водоему там я не знаю вроде нету такого не принято что ходить по водоему и закидывать спиннинги вот место у вас есть все рыбацкой вам выделили место на этом ставке я был удивлен и тем что здесь места заказали и заказали на неделю вперед за 5 дней вперед самые козырные места на дамбе там в основном сидят ловят толстолобы эти места у нас на целую неделю на пять дней вперед уже занятые то есть то есть да то есть люди приезжают меняется на местах я был это сильно удивлен как бы вам по водоему есть места речка здесь не речка а водоем он такой длинный получается наверно длина его где-то километр километр и ширина я такая смотрю где-то на самая большая где-то метров 200 где мы смотрите друзья вот оснастка наши карповички мы закинули 4 длина до той стороны у нас 140 метров здесь получается там разлив ну получается видите все в камыше затянуто у нас деревья и его место прекрасно как бы тенек хорошо отлично вода пресная прозрачная ну вроде бы все да александр ничего мы не забыли ну да снув и лобанки мы все с вами давайте друзьям напоминаю наш канал рыбалка криворок ну что наша рыбалочка начинается поехали поехали прикормка у нас тоже самая программа последнее время на этой программе остаюсь а пока у нас здесь 50 процентов гороха добавили пшеницы и все для мути добавляем хлопья овсяные хлопья для мути здесь у нас получился прикормки килограмм 7 нам на двое суток должно хватить будем рыбачить двое суток сейчас начинаем делать стартовую при закорм точку промеркерили ся . у нас будет на расстояние около 100 метров глубина точки будет составляет у нас 222 220 на середине у нас получается глубина полтора метра дальше камышу к той стороне поближе получается свал сейчас мы в этот свал будем будем прикармливать мы положили уже оснастку закинули карповички расстояние у нас 100 метров ракета у нас средние подовое удилище карп эксперт у не бойл 375 кому интересно средних ракет мы сейчас положим на стартовый закол закорм штук 10 думаю 10 ракет будет для стартового закорма достаточно немного мешает деревья смотрите у нас здесь над нами деревья закидывать не очень удобно но зато тень у нас тенек погода у нас еще жаркая на улице 30 градусов поэтому тень это классно друзья вот зато какая поклевка на 10 килограмм на 10 уже так послова такого и не видел какой-то он голова маленькая до такой малышку такого давайте отправим туда куда он пришел давай дружок да не на берег друзья ох какой наш красавец нам сегодня разбудил так друг сошел здесь у нас стоял мед но последнее время начал работать смотрите как красавец за утренний заснять мы не успели его не удалось еле проснулись успели паровоз у нас был сумасшедший такой красавчик рыбалочка пошла я у нас вот поехали напоминаю мы вчера приехали раскинулись приехали раскинулись часов пять вечера прикормили точку метра сто смотрите за ночь мы получили шесть поклевок первая поклевка была пол двенадцатого пошел небольшой паровоз подсечка и что-то стоит и держит немного постояв подержала секунды две три рыба устремилась в ту сторону села махина такая даже не знаю но более десятки точно в итоге завела нашла где-то корч рыба села у нас получился глухой зацеп обрыв вторая поклевка произошла уже как ни странно сразу же минут через пять только у нас стоит вот удочки на толстолоба на резинки так же самое друзья у нас тоже обрыв стояла нитка 0.25 поводок не выдержал оборвала сейчас немного переделаем выставим крепче поставим нитку 0.3 дальше у нас произошло еще две поклевки на карповик взяли мы карпушу где-то килограмма на два с половиной второго на три с половиной мы я вам обязательно их потом покажу ну ночка прошла боевой хорошей первая ночка у нас я напоминаю мы будем здесь двое суток первая ночка у нас прошла замечательно поклевки конечно они были на бойлы на бойл медовый запах то подписан на мой канал они знают на какие бойлики я ловлю сразу вытянулись на разные бойлы поклевка была крупного карпуши я не знаю даже не знаю который сел в корч на мед поэтому все остальное мы выкинули ночью на мед у нас на мед произошло две поклевки два карпуши два с половиной три с половиной так сейчас сделаем утренний еще закорм и продолжаем свою рыбалочку рыбалочка у нас началась отлично к концу года как и того года вернее к концу лета конец августа начало сентября сентябрь очень хорошо работали бойлы с запахом меда работали они на разных водоемах так и этот водоем у нас смотрите не исключение здесь у нас рыба очень хорошо начала отзываться на запах меда я предполагаю потому что у нас сейчас начало осени сентябрь месяц уже на носу ставим бойлик 12 размер 12 кому интересен два бойлика пылящих на ПВА ниточки вот такой у нас монтаж получается так выбрасываем выбрасываем ух ты дай хорошо что то намет опять друзья взял и хорошее держит сейчас не дам не пускаю леску ночной как я ночью дал ему пойти сейчас не даем ему воду сейчас придется наверное заходить воду брать опять набойл мед вот на точек и тут значит что там опять та же самая фигня опять ночная поклёпка чтобы его дим уже выйдет давать до вода друзья не зря это место называется пеньки 2 поплыли мы на лодке думали там коряга коряги нету там просто пеньки карп вышел сразу на поверхность мы ему не дали никаких практических шансов думал же все мы с ним справились и тут он разворачивается и ныряет вниз внизу я так понял пробивали только что ездили дно туда там оставались сантиметров по 3 пеньки из пеленых деревьев он обмотал вокруг пенька мы приплыли туда на лодке попросили сторожа в итоге пока мы сюда приплыли сход монтаж мы конечно спасли но он послабил леску обмотал вокруг пенька сошел что ты думаешь александр по этому поводу я думаю не знаю что думать пилять пеньки в воде пилять пеньки в воде да друзья конечно блин что ты что ты не ну ты же ты же сказал что он местный да он местный узнает что делать но он знает что делает куда идет шоу уже в обученный но друзья смотрите 2 мог бы быть наш трофеи мы его 5 не берем если на трешку четверку мы вы я вытянул его спокойно на рапа взял его притянул сюда я там не представляю какую рыбу мы уже вторую теряем и развернуть ее просто и не могу он сразу вроде бы сразу его вжал я уже ночью ему дал немного ходу лески сейчас ему вообще не дал ходу как он развернулся и нырнул вниз я даже не могу ума не представляю но махина наверное ну чтобы он удержаться там я не знаю но десятка на за десятку да сань 8 точно был то чтобы как он вышел то восьмерка точно было восьмерка железно так ну отлично смотрите блин самое главное что поклевка есть адреналин блин руки трясутся блин что мы еще по адреналина получили уже валом уже хорошо продолжаем дальше вы возможно слушай возможно все таки час мы немного опять еще сместим точку возможно еще левее возьмем я не знаю мышь не знаем и обязательно и поклевка произошла опять же там же на то же самом месте там ну и опять на бойл мед медовый у нас произошла поклевка опять что-то крупное ну ладно друзья давайте продолжать им далее рыбачим далее пробы у нас хорошо мы с рыбой уже уже все отлично мы ушли от нуля у нас все классно ловим дальше у нас говорил было два несчастных случая у нас утянуло где было поклевки двух монстров думали думали что такое позвонилось у александра привет александр на наш гонад привет гостя приехал до пригласили знакомые ездили на рыбалочку друзья уже с ним не получилось пин чтобы снять это у нас чтобы были мы выскавки когда у нас без рыбы было позвонили другу вы такая беда блин до 2 схода 2 схода сумасшедших у нас 2 схода мы ему рассказали что у нас корчи здесь вот именно под правой стороны берем место у нас два корча там получается и две и две поклевки получилось у нас таких роза кост да и рыбы такие ребята бывает десятки первой ночью точно был за десятку потому что фриксон трещал так чтобы я остановить его не мог второй был вас возможно до десятки но в районе десятки позвонил саня мне саня собирался в урок уехать далек надо да да лёхи до корзания смотри так и так любит монстр надо надо помощь позвонил саня говорит ладно ребята мы остались решили остаться и на вторые сутки позвонили александру александр приехал мы сняли сейчас смотрите вам покажу мы сняли свои резинки на толстолоба на толстолоба вообще ничего простояли в основном здесь толстолоба ловят все на дамбе или вершине здесь посередине мы находимся место если кому интересно называется место пеньки пеньки 2 пеньки 1 толстолоб здесь вообще ребята ну не отвлекается у нас было пол килограммовый толстолоб мы его отпустили у нас было 300 граммовый толстолоб мы засняли его под утро отпустили вымыты ли мы снасти на толстолоба александр уступили место вот поставим свои палки давайте покажу вот его рак под 4 палочки он поставил так смотрите вот там корчи полностью лежат у нас пеньки youtube пеньки и тут пеньки и тут пеньки и тут получается александр сделал саня смотрю вытянул в по ту сторону там место прикормили чтобы было да что получается что получается поклевка была потом камыша мы будем его брать но он постоянно по рассказам людей олежки да что он сразу берет и уходит в корчи постоянно заводит до 2 2 поклевки ребята просто ну сидел дома у нас закинул под корчи и у нас короче получил я облом он две поклевки сумасшедших сумасшедших просто ребята были две поклевочки я их потерял потерял ли оснастку мы обрыв обидно позвонили александр александр нам приехал помочь но смотрите александр смотрите этикетка здесь вторая ну посмотри на спине развергиться покажем не хочешь смотрите футболка профессионал так ребята смотрите начинаем еще остаемся на сутки у нас за сутки которые были у нас получили мы с тем поклевок толстолоба две поклевки два обрыва у нас блин получили мы поклевку двойку взяли четверку взяли александр приехал на помощь два обрыва конечно сумасшедший обидно так сидел 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 блин тут два обрыва сумасшедший ну шо александр выручай будем кровать ну все погнали давай не знаю там если если принц мы его зважим да мы зважим давайте чуть позже еще покажем да красавчик ну и шоу туда блять карте и шоу карте и уходил опять опять пенькам ну и дошел до пустилен ребята с праздником каким в этом году еще таких не было кабанов оба а а и 830 вот 30 на мешок нашел свой 9 889 800 обалденно поздравляем так она скажи другом на что ты его поймал коричевую сливу отлично отлично вот такая машина кто заряжал кто заряжал кто на подхвате был ха-ха-ха вместе всеми усилиями мы его достали отлично класс наконец-то ребята делаем монтаж на карто как я говорил ранее мой собор так смотри вот это что же вечер у тебя получать отчетки вот это килограммовые пачки продаются да да просто отсыпаны не у тебя я отсыпал их банку закрыл поплотнее чтоб они не вветривались и пупа по речевский смотри у тебя еще дип есть есть дип ну ты уже дип положил да тоже речер ну а сколько у тебя эти бойлы сколько они то времени уже сколько Бойлом уже около двух лет. Ну то есть два года и все равно работают, да? Да. Ну ты просто их немного дипуешь. Да, ну вообще я как бы сторонник всех бойлов, там, например, там, хоть слива, хоть что-никакие, но надо все равно их продиповывать, там, минуты. Ну у тебя точно такой же был с нас там? Да, точно такой. Ну снеговик? Снеговик. Подрезаю попавчик половину, ставлю более. Ну попавчик у тебя тоже, да, Ричардский? Да, да. Ну отлично. Получается, да. Рыба активная, можно волос ставить длинный. Давай, огонь. Как быть? Друзья, ровно под камыш. Сто метров железно. Сто двадцать. Сто двадцать железно, да? Сто двадцать. Ну я от камыша не докидываю, я говорю, что у меня летит, я закидываю метров до ста, тут сто двадцать, сто двадцать железно. Много ела, да, на дне? Груз садится сразу в ел? Груз садится в ел сразу. Надо поддернуть чуть-чуть удилище. Ну вытянуть груз, сила. Сильно подтягивать нельзя, мы же на ПВА поставили бойлы, то мы их оттянем. А вытянуть так сантиметров десять надо. Все, наша оснастка в воде. Ждем следующей поклевки. День, чтобы плохо дал, чтобы клюнуло, если бы днем бы красиво поводить бы его, да, вытянуть? Я надеюсь, что будет еще. Ты же видел, выходы рыбы есть, значит, подойдет. Так, ну что, друзья, надеемся, что еще поклевочка будет, и мы ее снимем, обязательно заснимем и покажем вам. Сто процентов. Ребята, мы находимся, где называется груша. Здесь в основном ловят по толстолобу. У нас место по карпу, а здесь место именно по толстолобу. У нас вот друг приехал здесь на толстолобу. Представьте, какой, как тебя зовут? Я Антон зовут. Сосед мой, да, друзья. Поймал. Давайте посмотрим, что он там цепанул. А, он даже на этом. Ух, какая махина. Ну, махина, да. Хороший. Да, красавчик. Да. Можешь поднять в руки, я вот тебе сделаю фотку потом. Ну, второй такой, это же, говорю, ну, улыбочка. Так, ну, классно. Красота. Так, ну, это же у тебя второй, да, ты одного уже... Оприходовали, сварили. Уху сделали. Так, напоминаю, здесь место называется груша. Груша, по-моему, номер один. Тут есть, по-моему, два. Два места груши. Следующая груша номер два. Здесь в основном, друзья, смотрите, ловят толстолоба. Вот там место на дамбе по толстолобу. Вот здесь хорошо. Кто хочет именно половить по толстолобу, пожалуйста. Не проезжайте сюда. Да, говорят, все, тоже... Рыбы нет. Рыбы здесь. Нет, перед вами, что ехали, я знаю, тут друзья тоже поймали два толстолоба, по-моему. Мы тоже взяли, да? Полтора. Полтора? Полтора. А что полтора? А, один маленький. А, один маленький. Ну, взяли тоже. Восьмерку они взяли. Смотрите, наша рыбалочка прошла удачно. У нас за ночь, мы уже показали одну рыбку. Всего за ночь, друзья, у нас было три поклевки. Единственное, что плохо, что ночные поклевки, и пока мы себя не готов снимать, пока мы с ночью. Возможно, мы подумаем над этим вопросом, чтобы сделать съемки ночью. Так у нас получается, что пока в трыбе у нас не было ни одной поклевки, которая, чтобы мы утянули, чтобы это было похоже на рыбалочку. Ночью у нас все поклевки были опять ночные. Так само, как и в Гуровке были ночные поклевки. Так само у нас опять и здесь, в зеленом, так само у нас одни ночные поклевки. как говорится показать как бы саму рыбалочку ну извиняюсь что нибудь придумаем может как-нибудь оборудование какой-нибудь купим блин александр у нас чемпион поздравляю тебя молодец сегодня big fish big fish года и в объекте года дату я там сверсти ли бина сколько там 9 9 9 8 ну получается откинуть до него еще поймали мы зеркалочка где-то килограмма на 3 поймали двушечку эту чешую чешуя карп такой круглый красавец мы обязательно всю рыбу покажем вам обязательно покажем сашу еще есть что-то хочет кто хочет что добавить кто хочет что-то сказать добавишь сегодня ночью было четыре поклевки ну это такое но опять самое главное извиняюсь что у нас нету на следующий кстати на следующий рыбалку друзья извиняемся мы это видео выйдет 4 сентября и четвертого сентября мы все-таки я упустил два big fish а своих мы не взяли санька не получилось нам зовем мы немного спасибо александр приехал сахар вот нам померил мы теперь знаем где пеньки мы сюда четвертого числа мы обязательно сюда вернемся извиняюсь что мы приедем на этот именно водоем мы не поедем на такой водоем а при вернемся именно сюда и все-таки попробуем поймать этого своего big fish упущенного упущенного саня александр потом обещал подъехать нам да потом на второй день тоже да да на второй день когда подъедешь если мы ничего не поймаем опять будет спасать ситуации побегише побегише ну что друзья вот такая у нас рыбалочка получилась я думаю рыбалочка получилась обалденная хороший водоем перспективный сама здесь здесь единственный минус что корче и закорчеваны просто пипец 2 не несколько закорчеваны сколько эти пеньки в воде и мы не знаем и первый раз на этот водоем мы приехали мы из этих пеньков потеряли свои две рыбы и две рыбы потеряли конкретных потеряли для рыбы из этих пеньков александр приехал у него хорошо есть эхолот он прошелся посмотрел где эти пеньки молодец красава мы мы не взяли он молоча показал нам как надо ловить рыбу что делать так еще хочу сказать что дорога здесь убитая сюда ехать конечности 60 километров где-то открылся 45 не открыл урок где-то тиву как к метров 40 ока будем говорить от 20 62 61 6 но от всего к там 45 километров дорога конечно дорога ужасная друзья но 8 километров последних от заехали в силу и как и как ни странно в селе ребята дорога идеальная последний 8 дорога в селе сделали новый асфальт а то так что еще здесь смотрите у нас ограничение по удочкам 5 штук 5 5 на 5 на рыбака место 250 вот вы приехали на место 5 удочек 250 гривен ограничений у нас нету в рыбе сколько хочешь столько и забирай к поймать до суда ты поймаешь единственное говорю здесь проблема еще поймать крупного потому что здесь все в этих пеньках коряги пеньки блин да он берет он сразу идет на короче все там у тебя расстояние было что сколько провел мы у нас сразу а он тебя прыгали метров не короче а в пеньки и ну метро скорости не мат и пеньки а панда под дамбой картина ну там вот под дамбой соло боб должно дает контроль всем потому что сга очень крупный то столов с тромarial неlah嗯 ну вот это такое новые мало на моих команды да не на поцами меди мира так смотрите друзья qbbi рассказал тоже расскажу покажу пока дни уже рассказал показал что там своего основу любят у нас верну на там bit the Толстолоб ловят, кто хочет именно по толстолобу. Толстолоб здесь тоже крупный. Самый большой толстолоб в этом году пойманный здесь 24 килограмма. Ребята, представляете, 24 килограмма. Амур был пойманный здесь 19. Ну это просто не водоемы, это просто сказка. Ну я же говорю, мы сюда обязательно приедем, мы все-таки с Саней хотим поймать все-таки свой объект. Мы ездим, гоняемся. Хотя, как ни странно, глубина тут 2,5 метра максимальная. Кстати, максимально, да, 2,5 метра. 22 гектара водоем зеркала и 2,5 максимально. А по всему водоему посередине глубина 1,5 метра. И практически вот такой. Здесь ям очень мало. И пеньки. Вот на пеньках, кстати, 2,5 метра, мне кажется, он выбивает, да? Да, 2,30 метра. Он лезбище себе выбивает? Ну да, он вокруг пенька ходит. Ты же бачишь, он выходит только на пеньках. Так, ну что, друзья, напоминаем наш канал Рыбалка Кривый Рог. Мы вам сейчас обязательно покажем рыбу. Что мы поймали? Ну, я думаю, расскажем, покажем рыбу, сфотографируемся. Мы еще, кстати, не фотографировались. Рыба была поймана у нас всю ночью. Мы ее сразу в садок. Мы ее сейчас днем, кстати, и не видели, да? Днем я не видел. Хочется ее посмотреть. Даже мы ее там наловили, хочется посмотреть. А мы еще даже ее, ребята, и здесь не видели. Сейчас пофотографируемся, вытянем рыбу, покажем вам, расскажем, рассказывать. Не будем рассказывать, мы уже все вам рассказали. Так, ну что, дорогие друзья, мы с вами не прощаемся, мы вам говорим до свидания. Ну все, дорогие, пока. До новых встреч. Пока, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...